Ребята, всем привет! Сегодня мы будем собирать рюкзак и пенал в школу. У меня будет вот такой пенальчик с прошлого года. И вот такой новый рюкзак. Я на него прицепила вот такой значок. И вот такой еще брелочек со звездочкой. Давайте начнем на им собирать. Начнем с пенала. Открываем вот этот отсек. Вот. Что я хочу положить в свои ручки и карандаши. Давайте подвинем вот эту коробку в канцелярии. Я, наверное, положу точно вот такую розовую ручку. Еще хочу положить вот такую голубую стирающуюся. На всякий случай. Еще можно вот такую с курами. Ну и все. Думаю, пока три ручки мне хватит. Ну и теперь соберу простые карандаши. Наверное, возьму вот такой. С курами у меня не поместится. И вот такой. Такие два карандашка. Вот с этим мы закончили. Закрываем. Теперь соберем вот это большое отделение. Настанем вот эту коробочку. Хочу положить стикеры розовенькие. Стикеры закладки мне не нужны. Еще хочу положить маленькие текстовые делители мороженки. Положу вот такие цвета. Розовый, желтый и голубой. Их положу вот в этот отсек. Вот так. Вот такую розовенькую точилку. Новенький ластик. Да, я его немного уже использовала. Ленду корректора я брать не буду. Хотя она бы очень подходила бы. Но в школе я особо корректором не пользуюсь. Ну и чаще я пользуюсь вот такими корректорами. Я положу вот такой розовенький сердечком. Но так вообще я ими не пользуюсь. Очень много. Сейчас еще положим зеленую ручку. Потому что она нужна. Она пригодится. Давайте вот такую. И также еще положим черную. Она тоже нужна. Также в пенал я положу карандаши. Потому что они тоже как бы очень нужны. Возьму свою новую прозрачную линейку. Я, кстати, люблю прозрачные линейки. Они такие еще эстетичные и прикольные. У меня была прозрачная линейка. Но я ее либо сломала, либо потеряла. Либо не ее сломала. Коробку от карандашей я выбрасывать не буду. Так как я буду туда складывать эти карандаши. Также у нас в понедельник еще вроде как... А нет. У нас в понедельник нет технологии. Хотя она есть только у мальчиков. Множечки я все равно положу. Пригодятся. И да, извините немного за такой голос. Положу циркуль. Ну да, он немного такой, но ладно. Это с прошлого года. Может потом купим циркуль. Ну в принципе мой пенал собран. Если нужно будет что-то еще доложить, я доложу. Но сейчас, насколько я помню, ничего не надо докладывать. Пенал мы собрали. Достаточно быстро. Теперь соберем рюкзак. Вот в этом кармашке. У меня будет лежать телефон, но я его сейчас не могу положить. Потому что я на него снимаю. Также тут будет лежать кошелек. Там сейчас ничего нет, но потом я положу. Давайте я сейчас положу, чтобы потом не забыть. Положу туда кошелек. У нас, кстати, достаточно большой кармашек. Сюда даже помещается тетрадка. Также тут будут лежать ключи. Я их пока ложить не буду. Важные салфетки. Или может вот сюда положим влажные салфетки. Нет, к сожалению, сюда они не поместятся. Значит, влажные салфетки вложим вот сюда. На этом мы закончили. Закрываем обратно. Теперь складываем все вот сюда. Тут у меня особо много не будет лежать. Но я положу туда влажные салфетки и жевачку. И может еще какие-нибудь конфетки потом буду ложить. Ну как бы, ну как без этого, ну... Че, конфетки нельзя что ли? Вот эти кармашки мы собрали. Теперь открываем вот этот кармашек. Вот, кстати, расписание на завтра. Я знаю, я его написала не очень красиво, но просто я писала его очень быстро. Первая у нас технология, но это будет у мальчиков. У нас ее не будет. Я сейчас говорю о ромашном. На нем, в принципе, тетрадки никакие не нужны. Математика. Учебников у нас нету, так как у нас не было первого... Ну, мы не ходили на 1 сентября в школу. И на пробном дне мы тоже не были. Поэтому учебники нам разойдут 4 сентября. Берем по математике 2 тетради, так как она одна будет у учителя, а одна, как бы, ну, будем писать. Возьму 2 скуроми. Такие. Подписывать пока не буду. Если что, потом подпишу. Их я положила вот в этот отсек. География. Это вот эта тетрадка. Такая с котиком. И Зо. Вот такой альбом. Мне даже он очень нравится. Но его я положу вот в этот большой отсек. Поэтому мы его пока отложим. Ну, и русский язык. Наверное, возьму с кроликами. Вот такие нелашки. Тоже подписывать пока не буду. Среди у меня будут лежать вот тут. Также еще я положу тут до футляр. Но я его пока не буду ложить. Потому что он мне еще пригодится. Хотя, ладно, положу. Потом его просто вытащу. Ну, у меня же очки надо протирать будет. Именно дома еще. Поэтому его тоже сюда положим. Если завтра математика, то мы берем справочник по математике. С 5 класса. Я положила в этот большой отсек. И альбом ложим. Я решила, что справочник я положу в этот маленький отсек. Еще туда положу дневник. Он еще не подписан, не заполнен. Сегодня заполню и подпишу. Он будет лежать в этом маленьком. Ну и, конечно, пенал. Также тут еще будут лежать все учебники, понятно. Ну и все. Ну вот и все. Я собрала свой рюкзак. Еще он, конечно, не до конца собран. Потому что нет учебников. Но я его собрала хотя бы чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас я делаю на всей тетради обложки. Не знаю, подпишу либо в школе. Скорее всего, да. А сейчас мы должны подготовить в школу уточек. Уточки, что вы видели лежите? Не знаем. Давайте подготавливаться к школе. Да, давай. Я первая. Хорошо, Милка. Давай вылезай аккуратненько. Сначала соберем рюкзак. Мой голубой. Ну что, Милка, давай собирать. Да. Положим дневник. А какие у вас завтра уроки? Ну, у нас завтра, я не знаю. Милка переходит в первый класс. Первый А. На 1 сентября мы никто не шли в школу. Уточки тоже. Хорошо, Милка, я тебе расскажу, какие у тебя уроки. Какие же? Математика, физра и чтение. О, прикольно. Вот учебник по математике для первого класса. Но они будут не все проходить, так как сейчас поменяли немного программу. Тут не будут проходить дроби. И вот это все сложное сейчас для них будет. Какую ты выберешь одежду на физру? Я нам надену вот такой спортивный черный комбинезончик. Тебе не жарко будет? Нет. Ну хорошо, Милка, давай наденем вот этот. Положим. У них в школе такая полусвободная одежда. Можно надевать все, но в каких-то неярких тонах. У Милка к первокласснице пойдет в своем сарафанчике. Кстати, вот он. Под него наденет футболочку. А роза пойдет в свитерке и в комбинезончике. Милка, давай пока на изо положим тебе белую бумагу, потому что альбома у тебя пока что нет вроде как. Ну, порисуйся на листочках, хорошо? Хорошо. А сейчас давай собрать пенал. Вот Милкин пенал. Хочу положить ручку с цветочком. Линейку. Картонную? Да, картонную. А также ластик. Ну и Милка забыла про простой карандаш. А ластик мне возьмем у розы, я думаю, напротив не будет. Такой со слоником. Милкин пенал собран. Положи тетрадку по математике, давай выберем. Давай. Вот все наши чистые тетрадки. Милка выбрала для математики вот такую желтенькую тетрадку. Возьмешь тетрадку для чтения? Да. Она выбрала вот такую тетрадку с цветочком. Сейчас тетрадки сложим в эту папочку. Вот, закрываем. Вот рюкзак и собран. Ура, я скоро пойду в первый класс. Роза, вставай, готовься к школе. Эх, ну ладно. Ха, пока Роза не видит, я лягу на ее кровать. Ну а сейчас я буду собираться. Мой вот такой желтенький. Роза, самое главное, это дневник. Вот мой дневник. Сейчас соберем розе пенал. Мы положили в пенал простой карандаш, ластик, линейку и ручку. Отлично, Роза. А у Розы завтра математика, русский. Математика, русский и технология. На технологию тебе нужно принести пластилин. Ну вот, у нас тут есть пластилин, сейчас мы его достанем. Вот такой пластилин, почти не открытый. Роза выбрала вот такую тетрадку по математике и вот такую тетрадку по русскому. Возьмем новую папочку. А, забыла, еще Милка возьмет с собой значок и пропуск. Сейчас я попробую прикрепить вот этот пропуск на ее рюкзачок. Вот так. А вот этот значок он повесил на школьную форму. Роза-то все взяла? Вроде так да. Тетрадки в новую папочку. Она мне очень нравится. С собой Роза не берет никаких учебников, так как у них их еще нет. Допустим, по математике и по русскому. Ну что, уточки, молодцы, собрались в школу.